Друзья, всех приветствую! Обычная дачная садовая беседка. Решили переоборудовать предбанник под нуждой генератора. Отвезти ему где-то треть. Раньше, если он должен был работать продолжительное время, мы открывали дверь, фиксировали ее какой-то цепочкой, какой-то вот такой, и он стоял себе тарахтел. Но все равно есть, знаете, пропитка этим запахом выхлопа всех деревяшек, и потом сюда входишь, и входишь в какую-то газовую бензокамеру, даже когда он долго не работает. В общем-то, супруга сказала, давай не будем портить, хоть бытовка у нас под хоз нужда, тем не менее, когда в ней пахнет бензином, неприятно. Поступила такая задача, и мы сейчас задачу будем эту выполнять. Угол будет для генератора вот тот, дальний, выхлоп будет в стену, все сделаем пожаробезопасно, и он может работать по нашей задумке даже при закрытой двери, чтобы не было его слышно. Да, кстати, недавно поставил полиуретановые колеса, блин, какой же шикардос получился, вместо вот этих, которые работают 2-3 года, ну, естественно, он в холоде у нас стоит, и, ну, приходит негодность. А полиуретан, конечно, блин, класс, вообще катается с ним так. Так, ну что, начинаем работать, а про полиуретановые колеса по ссылке в описании к ролику. Там есть некоторые нюансы по установке и по размерам. Так, ну что, сквозное отверстие, гипсокартоновый круг, поскольку вот эта конструкция с трубой, с тормозным диском, как же полезно иметь металлолом в запасе, должна не касаться древесины. Так, ну сейчас всё вставим через гипсокартон, и, соответственно, потом ещё основную трубу самого выхлопа изолируем асбестом и негорючей тканью. Так, ну давайте посмотрим, как получилось. По-моему, шикарно. Так, впуск. Крайник перекрытий. Так, ну смотрите. Субаровский диск, гипсокартон, труба в трубе и минеральной ватой проложено. Всё здесь чётненько. Но мы сейчас будем тестить. Сейчас он поработает, и мы будем смотреть, дай, этим сканером, какая температура. Но пока всё в порядке. На выходе, сзади, тоже труба, проложена минеральной ватой, негорючей. Потом труба в трубе. Вот у меня первые шаги сынули в сварке полуавтоматом. Считаю, что в 13 лет это очень хорошая прихватка. Так, ну и, соответственно, внутри тоже фольгированная минеральная вата, негорючая. Посмотрим, как это будет всё работать. Сейчас час потестим, посмотрим температуру вокруг. В общем-то, считаю, что всё классно. Пока. Так, друзья мои, это на выходе. 40, где-то в 42-43 минуты работает наш бензогенератор. Давайте смотреть. так. Это выхлоп, это внутренняя труба. Нормально. Внешняя труба. Нормально. Так, теперь всё в порядке. Древесина не греется. Ну, максимум вот здесь наверху 18 градусов. Отлично. Тогда как внутренняя разогревается аж до 140. а здесь всё классно. Так, ну, за выхлоп я спокоен. отлично. Так. 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 Так, ну что Я всем доволен Деревяшка не греется Все классно Тогда как, конечно же, выхлоп Очень горячий Давайте еще раз посмотрим, что он на выхлопе Вон, 161 градус А здесь прям вообще все супер 27 Здорово Так, конечно же, будет еще тест Когда он будет работать 2-3 часа Ну вот, 45 минут Все хорошо Ну что Можно сказать, дело сделано Спасибо за внимание Задавайте вопросы, критикуйте И самое главное, говорите, как у вас Я знаю, на нержавеющих гофрах делают выхлоп Там туда-сюда Много чего Но у меня вот такой авторский Авторский субаруский тормозной диск Внутри две трубы И все это еще не горючей Ватой Ну плюс Плюс С гипсокартоном Все, всех благ, пока И бонус, друзья мои Наверняка многие из вас покупают фрукты и овощи на развес Затем упаковывают их вот в подобные пакеты Делают какой-то неразвязывающийся узел Который потом абсолютно невозможно раскрыть Пакет приходится рвать Лайфхак Купили то, что вам необходимо Взяли пакет за ручки Перекрестили их И просунули друг с друга Прочный, не затягивающий узел Удобно нести пакет за ручки Когда его нужно раскрыть Просто нужно потянуть За разные стороны пакета И все развернули Спасибо за внимание Спасибо за внимание